Здравы будьте! Сегодня мы продолжим разбирать миф, рассказывающий о победе Перуна над зверем-скипером. С чего началась вся эта история, мы разбирали в предыдущем видео. Сегодня же я зачитаю весь миф целиком. Я повторю, что беру свои мифы из книги Каляды, а потом попробую дать некоторые пояснения. Миф достаточно большой. Итак, начнем. Поезжал Перун по сырой земле, мимо горы Уральских и Ирия. Встретил он в горах Ладу-матушку, Мать-небесную Богородицу. Поклонилась Перуну-матушка, поклонилась и стала расспрашивать. Ты куда, сынок, отправляешься? Держишь путь куда? В чистом полюшке. Государыня Лада-матушка, Мать-небесная Богородица, Путь неблизкий мой в чистом полюшке, Направляешься к зверю-скиперу, чтоб открыть ему кровь поганую, Вынуть сердце его из разверстых груди и забросить его в море синие, Чтоб родных сестер, дочерей твоих из неволюшки лютой вызволить. Ах, молодой Перун, славный мой сынок, Нелегка путь дороженька к скиперу, По дороженьке прямо езжей, Птица быстрая не пролетывала, Зверы с кучей давно не прорыскивал, На коней никто не проскакивал. Заколодила дорожка, замуравила, Горы там с горами сдвигаются, Реки с реками там стекаются, Там сидит у грязи у черной, Да у той у речки смородины, Люта птица Магур Во сыром бару, Закричит там Магур по-звериному, Как зашипит Магур по-змеиному, Все травушки-муравушки уплетаются, Все лазоревые листочки осыпаются, Темные лесушки к земле преклоняются, А кто есть живой, все мертвы лежат. Государыня Лада-Матушка, Мать Небесная Богородица, Дай дорогу мне, благословение, Отпусти меня к зверю скиперу, Отплачу ему дружбу прежнюю, Отолью ему кровь горячую, Поезжай, Перун, к зверю скиперу, Отплати ему дружбу прежнюю, И отлей ему кровь горячую. Бил коня Перун, да по тучным бедрам, Рассердился тут под Перуном конь, С гор на горы он перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Он озера и реки хвостом устилал, Мелкие реченьки промеж ног пускал. И подъехал к первой заставе, Там леса с лесами сходились, Там коренья с коренями велись, Там сплетались колючка с колючкою, Не пройти, не проехать, Перунушки. И сказал Перун темным лесушкам, Вы леса дремучие темные, Разойдитесь, раступитесь, Становитесь лесочке по-старому, Да по-старому все, по-прежнему. Буду вас иначе я бить, ломать И рубить на мелкие щепочки. Все лесочки встали по-старому, Та застава его миновала. Грозный бог Перун ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая, И небесный закон утверждая. С гор на горы конь перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Мелкий реченький промежнок пускал. Наезжал на быстрые реки, Реки быстрые и текучие, Там волна с волной сходились, С берегов крутых камни сыпались, Не пройти ему, не проехать. И сказал Перун рекам быстрым, Ой, вы, речушки, вы текучие, Потеките реки, да по всей земле, По крутым горам, по широким долам, И по темным лесам дремучим, Там теките реки, где Бог велел. По велению бога вышнего, По хотенью, по Перунову, Потеките реки, где Бог велел, Та заставушка его миновала. Грозный бог Перун ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая, И небесный закон утверждая. С гор на горы кон перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Мелкий реченький промежнок пускал. Наезжал на горы толкучие, Горы там с горами сходились, И сходились, не расходились, Там пески с песками ссыпались, И сдвигались каменья с каменьями, Не пройти, не проехать, Перунушки. И сказал Перун там толкучим горам, Ой, вы горы, горы толкучие, Разойдитесь, расшатнитесь, Ну-ка, станьте-ка горы по-старому, А иначе буду вас бить, крошить, И копьем на камне раскалывать. Встали горы на место по-старому, Та застава его миновала. Грозный бог Перун ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая, И небесный закон утверждая. С гор на горы конь перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Мелкий реченький промежнок пускал. И подъехал он к черной грязи, И католи речки смородини. Не случилось у речки смородины Ни мосточка, ни перевозчиков. Стал тогда Перун вырывать дубы, Начал он через реченьку мост мастить, Переехал он на ту сторону. Видит он, сидит у смородины На двенадцати, на сырых дубах, Люто птица-могур, страховитая. Под той птицей дубы прогибаются, А в когтях ее рыба дивная, Чудо-юдище рыба кит морской. Зарычала Могур по-звериному, Защипела Могур по-змеиному. Все травушки и муравушки улеглись, Все лазоревые цветочки осыпались, Темные лесушки к земле преклонились. И попятился под Перуном конь, Не пройти ему, не проехать. Закричал коню грозный бог Перун, Что же ты подо мной спотыкаешься? Аль не слышал крику звериного, Аль не слышал свиста змеиного? Тут снимал Перун лук тугой с плеча, Натянул тетиву шелкову И пустил стрелу позлоченую. Прострелил стрелой, право крылышко, С гнезда точа с птица выпала. И сказал Перун грозной птице той, Ой, ты гой еси, птица лютая, Ты лети, Могур, к морю синему, Отпусти кита в море синее, Пей и ешь, Могур, ты и синяя моря, Будешь ты, Могур, без меня сыта, А иначе, Могур, страховитая, Я тебя убью, не помилую. Полетела Могур к морю синему, Та заставушка миновала. Грозный бог Перун ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая, И небесный закон утверждая. С гор на горы конь перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Мелкие реченьки промежно пускал. И наехал на стадо свирепое, На звериное стадо, змеиное. Змеи те Перуно полят огнем, Изо ртов у них пламя жарко, Из ушей у них дым валит столбом. И по сотто стадо три пастыря, Три пастыря до три девицы, Три сестры родные Перуновы, Леля, Жива и Марена, Украденные триста лет назад Зверем-скипером. Овладел ими дух нечистый, Испоганил их лютый скипер-зверь. Белокожа у них, Как елова кора, На них волос растет, Как ковыль трава, Не пускают они Перуна. И сказал Перун трем сестрицам, Выступайте, сестрицы, К ипейским горам, Вы пойдите к Ирию светлому, Окунитесь в реку молочную, И в сметанное чистое озеро, И скупайтесь во святых волнах, И омойте-ка лица белые. И сказал Перун стадо, И стаду лютому, Что звериному стаду, Змеиному. Поднимайтесь, Змеи лютые, А землю матью даряйтесь, Рассыпайтесь вы на мелких змей, Вы ж ползите к болотам змеи, Пейте, ешьте вы от сырой земли, Вы ж рискучие звери лютые, Раступитесь, а разойдитесь, А по лесам дремучим и диким, Все по два, по три, По единому, Без меня вы все сыты будете. Все случилось так, Как Перун сказал, Так заставушка его миновала. Грозный бог Перун ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая, И небесный закон утверждая. С гор на горы конь перескакивал, Он с холма на холм перемахивал, Мелкие реченьки промежнок пускал. Вот приехал он в царство темное, Горы в тучи там упираются, И чертог стоит между черных скал. Наезжал он на замок Скиппера, Стены тех палат из костей людских, Вкруг палац стоит с черепами тын. У дворца ворота железные, Алой кровью они, Повыкрашенные руками людскими, Подперты. Выступал вперед лютый Скиппер-зверь, Выходил к нему по-звериному, И шипел, свистел по-звериному. Он шипел, Я всей под вселенной царь, Как дойду к столбу небесному, Хвачу колечко булатное, Поверну всю землю на синее небо, И смешаю земных я с небесными, Стану я тогда всей вселенной царь. Но могучий перун не страшился, Наезжал на лютого Скиппера, И рубил его, и колол копьем. Это что за чудо чудесное? Кто ты, Витязь или небесный бог? Мне ведь макушью смерть написано, Да написано и завязано От сворожича лукосильного, От перунушки крепкорукова. Только тот перун во сырой земле Значит быть герою убитому. Я не чудушка и не девушка, Я смерть твоя скоропостижна, Отвечал перун зверю Скипперу. Только плюну я, утоплю тебя, Только дуну я, за сто верст несет, На ладонь положу и прихлопну я, От тебя и пыль не останется. Не поймавшие орла, Рано перья щипать, Отвечал перун змею Скипперу. Не хвались-ка ты, Поезжай на брань, А хвались-ка с поля съезжающий. У меня есть секирушка острая, Зашипел тогда лютый Скиппер-зверь. Отмахну твою буйную голову. А не хвастай ты, лютый Скиппер-зверь, У меня же есть острое копье. Отворю твою кровь поганую. Замахнулся Скиппер-секирую, По велению Бога Вышнего Во плече рука застоялась, Никуда рука не сгибалась, И из рук секира выпала, И изранила зверя-скипера. Скиппер-зверь тут стал уклоняться, Преклонился он к осырой земле, Стал просить, молить Бога Мощного. Я узнал тебя, праведный перун, Ты не делай мне смерть ту скорую, Смерть ту скорую скоропостижную, Дай три года мне сроку времени, Дам тебе за то горы золота. Отвечал ему сильный Бог перун, Я не дам тебе даже трех часов, Твое золото все неправое, Оно кровью людскую болето. Ой, ты праведный, грозный Бог перун, Ты не делай мне смерть ту скорую, Смерть ту скорую скоропостижную, Дай ты срока мне хоть на три часа, Дам тебе за то горы золота, Я отдам тебе силу всю свою, Я не дам тебе даже трех минут, Твое золото все неправое, Твоя силушка вся бессильная. Ой, ты праведный, грозный Бог перун, Ты не делай мне смерть ту скорую, Смерть ту скорую скоропостижную, Дай ты срока мне три минуточки, Дам тебе за то горы золота, Я отдам тебе силу всю свою, Станешь ты царем поднебесной всей. Я не дам тебе сроку времени, Твое золото все неправое, Твоя силушка вся бессильная, В темном царстве же правит, Крив да пусть. Тут пронзил перун зверя-скипера, Отворил ему кровь поганую, Из разверстой груди вынул сердце, И он далеко метнул в море синее, Высоко поднял зверя-скипера, И на землю мать уронил его. Мать сыра земля раступилась, Поглотила всю кровь поганую, И упал в провал лютый скипер-зверь. И перун златоусый тогда завалил То ущелье горами кавказскими, И где выселись горы черные, Там поднялась лися горы белые. Если скипер-зверь зашевелится Под горами-хребтами кавказскими, Мать сыра земля всколебнется. И забрал перун трех родных сестер, И повел он их к Уральским горам, И привел их к Ирию светлому. И сказал он им, Вы, сестрицы мои, Вы снимайте скорее кожу прежнюю, Как кора еловую грубую, Искупайтесь в омолочной реке, И очистите тело белое. И тогда три сестрицы Перуновой Кожу скинули заколдованную, В омолочной реке купались, В чистых водах тех омывались. Приходил перун к Ладе-матушке, Светлой матери Богородице. Государыня Лада-матушка, Мать Небесная Богородица, Вот тебе три дочки родимые, Мне же три сестрицы любимые. И вернулись так вместе с Лелию Радость и любовь В поднебесный мир. Вместе с живою, оживляющей, Возвратилась весна со цветами, А с красавицей Мариную Осень и зима со снегами. Итак, возмужавший, пробужденный от мертвого сна, Которым он спал в сырой земле, Пробужденный братьями Сварожичами Перун, Сын Божий, Сражается с царем подземного царства И побеждает его. Это не просто царь подземного царства, Его имя – зверь. То есть это очень мощное, Неуправляемое, если хотите, Зверинное, темное начало, Власть диких инстинктов. Оттого очень сильная. Этому противостоит Перун. Перун праведный. Сила Божьего закона. Как в мифе, помните? Грозный бог Перун Ехал полюшком, Грудь свою копьем ограждая И небесный закон утверждая. Бог-освободитель Подсолнечного мира от скверны, От вседозволенности и беззакония. Здесь хотелось бы обратить внимание В этом мифе на несколько моментов. По слову Перуна Расступаются и темные леса, Давая ему дорогу, И быстрые бурные реки, И горы толкучие, И улетает темная птица-могур, Наводящая страх. И темные силы Рассыпаются на змеенышей, Уползают, прячутся по болотам. В общем, все препятствия Преодолеваются только лишь Перун начинает говорить Какие-то слова. Что это значит? Это означает, что Сын Божий Обладает огромной силой слова. Это и есть та главная сила В борьбе с тьмой. Именно сила слова, Которому повинуются И стихии, И даже нечисть. Здесь присутствует И в символическом отношении И преодоление неких страхов. Даже кунь Перуна Испугался птицы-могур, Но не сам Перун. То есть одна из застав Это было преодоление Неких страхов. Интересен момент, Связанный с похищением Зверем-скипером Трех сестер Перуна Лили, Живы и Марины. Лили – это олицетворение любви. Жива – всех оживляющая сила, Богиня весны. С этим понятно. Скипер, украв этих сестер, Расквернил и любовь, И перекрыл источник жизни. А как же быть с Мареной? Ведь по представлениям Некоторых изучателей Славянской мифологии, Марена – это богиня смерти. И вообще в ней мало что светлого. Как показывают мифы, Следующие далее В книге Каледы, То Марена предстает В очень даже неприглядном Темном виде. Я же позволю высказаться В защиту Марены еще раз. Ранее я выложила видео, Которое называется Мара или Мора. Там подробно освещается Моя точка зрения на эту тему. И главная мысль тут такова, Что Марена – это богиня, Не имеющая ничего общего С некой Морой, Которая имеет родственную связь С Кащеем. Поэтому зверь-скипер И смог захватить ее Наряду с весной и любовью, То есть живой и лелей. Если бы Марена Принадлежала к темным силам, То ее не надо было бы Выручать Перуну Из плена тьмы. Кому интересно узнать О Марине подробнее, Можете посмотреть Вот это мое видео Под названием Мара или Мора. Сейчас же я не буду Останавливаться на этом подробнее. Далее. И вот самое интересное, Что зверь-скипер, Почувствовав, Что пришел ему конец В виде бога Перуна, Начал искушать его, Предлагая различные дары Нечистые В обмен на время своей жизни. Ибо самое дорогое у нас На самом деле Это время. Время нашей жизни. Итак, по порядку. Золото, Предлагаемое Скипером. Перон называет Оно все неправое Кровью людскую Политое. То есть богатство Материальное, Заработанное, Добытое На горе И смерти людей Конечно тьмы. Напомню, Что мы изучаем Славянские мифы С целью понять Законы бога. Обрести верные Ориентиры в жизни. Поэтому я разбираю Казалось бы Очевидные вещи. Но нам важно Понять, Что говорят нам Наши боги Через мифологию, Через мифы. Далее. Зверь-скипер Предлагает Не только золото, Но и силу Всю свою. Но на что Перун отвечает, Что его Огромная сила Вся бессильна. Ибо кто Сильнее бога? Что может Быть сильнее Света? Да и зачем Богу Ясуню, Перуну, Жизнь дающему, Темная, Необузданная Сила Скипера, Разрушающая мир? И напоследок Скипер Предлагает Перуну Стать царем Его темного царства. На что Перун отвечает, Что там Пусть правит Кривда? Зачем же Праведному, Именно праведному Перуну, Утверждающему Высший закон На земле Кривда? Ну, Однако Змей должен был Хотя бы попытаться Продлить свое Время власти. Так был Побежден Звер-скипер Сыном Божьим Перуном. Побежден Силой Закона Божьего, Который Перун утверждал В мире Яве. Благодарю За внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...